Всем привет! Это вторая часть по устранению проблемы синего экрана V100 при игре в Counter-Strike 2. Ссылка на первую часть будет в описании. Дело в том, что я уже пытался устранить эту проблему, и временно у меня это получалось, но, к сожалению, она возвращалась вновь. Для последнего мне хотелось видеть, что проблема заключается либо в самой Counter-Strike, ну, либо же это какая-то программная проблема со стороны, допустим, операционной системы. Наталкивало меня на эту мысль то, что в Global Fantasy такой проблемы у меня никогда не было. Ну, а после обновления выхода CS2 эта проблема сразу же появилась. Сразу же скажу спойлер, что железо вашего компьютера тоже необходимо проверять, а может быть даже и в первую очередь, потому что нередкие случаи, когда при возникновении синих экранов, либо же при зависании игры полностью, стоит обратить внимание на исправность комплектующих вашего системного блока. После того, как я переделал все методы из первого ролика, которые, в принципе, помогли не на какое-то время, я сразу же приступил к очередным методам устранения данной ошибки. Ну и, соответственно, копать уже стало более глубоко. В первую очередь я еще раз перелопатил все драйвера, то есть переустановил, но это тоже не дало особого результата. На глубинных просторах интернета я нашел где-то метод по устранению подобных проблем и заключалось в том, чтобы зайти в безопасный режим на вашем ПК, найти диспетчер устройств, в нем посмотреть, какие драйвера являются ошибочными, все их удалить, переустановить и затем перепроверить успешность ваших действий. Ну и раз мы идем дальше, как вы поняли, значит, предыдущие методы не помогли. Ну и следующим действием с помощью командной строки я попытался восстановить подчерденный файл операционной системы с помощью некоторых команд, таких как restorehealth и scannav. Эти команды я оставлю в описании. Как вы видите, процесс завершился успешно, после чего перезагрузил компьютер, проблема все так же не решалась. Далее я психанул и снес винду, что в принципе делать возможно и не стоило, но одна из проблем все-таки решилась. Если вы посмотрите первую часть, то вы там увидите еще одну проблему, при которой не создавались мини-дампы, то есть BlueScreenViv не мог посмотреть, какие ошибки возникали при вылете синих экранов. Теперь мы их видим и можем посмотреть коды ошибок. Также дополнительно установил программу WinDBG, чтобы подробно рассмотреть ошибки. Не буду вдаваться в подробности данной программы, но она в принципе не так сложна в использовании. Сюда просто необходимо загрузить мини-дамп, который создался после вылета синего экрана. И соответственно после открытия мини-дампа, здесь будут более подробно описаны произошедшие сбои и ошибки. Просто находим ошибки, копируем их, ищем в интернете решение. Но и в этом случае я потерпел фиаско. Может быть квалификации не хватило, просто я ничего дельного не нашел. Но все рекомендуемые методы из интернета просто не сработали. И тут я понимаю, что все-таки придется искать причину в железе. Получается зря винду переустанавливал. Ну ладно, я думаю, что на моем опыте вы уже совершите ошибок меньше. Следующее, что решил сделать, это полностью проверить видеокарту бенчмарками. Вдруг дело в ней. Прогнал видеокарту сначала фурмарком, проблем никаких не возникло. А вот в программах Superposition и 3DMark при прохождении стресс-тестов я получил такие ошибки, что меня сподвигло на мысль, что точно что-то с видеокартой не так. Поэтому я взял свою видеокарту, подкинул ее в другой заветомоисправный ПК и, соответственно, прогнал всеми возможными бенчмарками. Кстати, очень сильно я усомнился в фурмарке, потому что он вообще никаких сбоев не показал. А может быть и не должен был. Конечно же, в этом компьютере бенчмарки все прошли. Стресс-тесты также завершились успешно. Никаких ошибок, все работает. И тут я вообще запутался. О чем же тогда дело? Почему из них выходят какие-то рандомные ошибки, потом они вдруг пропадают и вообще непонятно ничего? Кстати, забыл сказать, что проблема усугубилась. Теперь я даже не могу зайти в меню игры Counter-Strike. Сразу же вылетает синий экран. Но мы не сдаемся и идем дальше. И теперь я решил проверить оперативную память. Здесь, наконец-то, проблема начала проясняться. Достав одну плашку памяти из двух и запустив control, я увидел, что проблема исчезла. Думаю, ничего себе, неужели дело все в оперативке? Ну и ввиду этого принимаю решение прогнать оперативную память программой MemeTest. Создаю образ этой программы и запускаю. Проверял оперативную память по одной в каждом слоте, чтобы выявить дефект либо памяти, либо, соответственно, слота, в который она установлена. И каково было мое удивление, когда я понял, что нет ни единой ошибки по памяти и, соответственно, по слотам. Странно. Дальше я решил память переставлять немного местами и, соответственно, делать какие-то заключения. И что получилось? Что в третьем слоте, когда установлена оперативная память, то ошибка возвращается. Если ее не устанавливать туда, то все нормально. По итогу я поставил оперативную память во второй и четвертый слот и так успешно какое-то время проиграл в control. Все-таки как-то жилось мне неспокойно, знав, что там есть какая-то проблема. Я к ней вернулся. И что я выявил? Я вернул оперативную память на место, пересобрал весь компьютер, также снял заднюю крышку системного блока, возможно, она что-то прижимала, я не знаю. И, соответственно, проблема устранилась. И теперь и в первом, и в третьем слоту все работает прекрасно. Что хочу сказать по итогу? Наковыряние с этой проблемой у меня ушло больше недели. Соответственно, после устранения этой проблемы прошла уже тоже неделя. Сейчас каких-то явных проблем не имеется. Надеюсь, что мой опыт будет вам полезен. Обязательно проводите диагностику системы целиком, прежде чем что-то сносить, переустанавливать и так далее. Есть у меня одно подозрение, что пулер AMD-шный подсокет AM3, который имеет лапки, очень сильно прижимает процессор и мог просто-напросто немножко искривить материнскую плату, отчего плохо проходили токи. И, соответственно, оперативная память лагала. Но на этом все. Надеюсь, что эта проблема больше не вернется.